ВОЕЗНАЯ АДМИНСТРАЦИЯ За весну грузовые огромные машины разрушили нам часть дороги, часть обочины. Ответ не заставил себя долго ждать. Директор МБУ благоустройства Дмитрий Черкасов обещал проехать и посмотреть данную территорию после мероприятия и исправить недочеты к 9 мая. После окончания мы поедем в Сорну Вирнова. Я проеду сам. У меня заместитель там стоит. Мы сейчас проедем через остров и посмотрим состояние, и потом примем решение. Территорию возле дома перекопали для проведения работ и не убрали мусор. В такой ситуации оказалась жительница села Молоково Людмила Ведерникова. В доме на школьной улице проживает 12 семей. И смотреть из окна на беспорядок никому не хочется. Там деревья стоят на нашем участке посажены. И они все перекопали. И там сейчас такие ямы деревом углу погубили. Вопрос был взят на контроль заместителем главы Верой Поповой. Она приняла все замечания и пожелания во внимание. Вера Петровна сказала, что будут проверять, смотреть и реагировать. Я считаю, что это правильно. Все смотреть будут. На вопрос поставили на заметку. После общения продолжилось с главой Станиславом Катеровым. И проходила в формате вопрос-ответ. Больше всего жителей волновала организация работы общественного транспорта и образовательных учреждений. А также нехватка рекреационных зон. Не предусмотрено для обычного человека, чтобы пройти, проехать и так далее. Только авто и быстронесущие машины. Можно сделать какую-то тропинку, чтобы люди могли там ходить. Решение этого вопроса требует большого внимания. И это будет не просто тропинка, а благоустроенная лесная зона. Станислав Катеров рассказал, что проект находится в разработке. Мы посмотрели, действительно, ходить-то негде и гулять негде. И совместно с несколькими застройщиками проработали проект, который, наверное, будет одним из самых больших, ручных и амбициозных в Московской области. Тут порядка 1200 гектар лесной территории. И совместно с лесом мы сейчас еще ничего не согласовали, чтобы вы понимали. Это проектное решение, которое мы сейчас прорабатываем. Владимир из поселка Солнечный остров переживает о наличии мест в школах и детсадах, потому что рядом строятся новые дома. Будет застраиваться там какой-то, по-моему, микрорайон. Почему сейчас сразу же не рассматривают там, допустим, школы, детские сады, для того, чтобы нас потом было проще включить в этот тассеронный куш. Станислав Катаров объяснил, что застройщик обязан обеспечить места в детских садах и школах только для тех, кого он привлечет. Если школа, например, 500 метров под Солнечным островом, и ее можно расширить под вашей потребности, я это решение. Я согласен. Открытый диалог помогает наладить взаимодействие жителей с администрацией и оперативно реагировать на запросы населения. Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.